Еврозона 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 Одна часть это восточные немцы, вторая часть это немецкоговорящие американцы. Анекдота, анекдота, но в этом есть определенная лодка. Я так скажу, в парламенте точно так же в Германии есть немцы, есть люди, притом я в паспорт им не заглядывал, я понимаю, что есть конституция, есть права, есть правила, и не может в парламенте сидеть человек с другим гражданством, это все-таки не Украина, не Грузия, и не Молдова, в конце концов, это Германия. И я говорю о ментальности, о ментальном мышлении. И вы знаете, заранее было все это анонсировано, это было профессионально произведено. Дело в том, что немецкая партия «Альтернативы для Германии», сокращение латынью AFD, «Альтернатива для Германии», заранее анонсировала, что она поддаст запрос о мирном урегулировании конфликта Россия-Украина. И у меня только одна ассоциация, написала это у себя в телеграм-канале сразу, что тот, кто видел фильм «Экзорциз», любой, кстати, итальянский, французский, голливудский, древний или какие-то новые, знаете, как бесы начинают корешаться, когда их святой водой поливают. И вот это вот кореженье, оно присутствовало в политическом смысле слова. Это бесовство присутствовало у тех, кого стали поливать, ну, не святой водой, а мыслью о мире. И мысль о мире открывала и срывала маски с людей, которые ничего другого не хотят, как продолжение войны, настоящие разжигатели войны. И сама мысль о мире – это как святая вода на бесах. Вот это моя ассоциативная мысль, и я попробую ее сейчас описать и аргументировать. Значит, представьте себе изначально, что существует, это тяжело поверить, друзья, но это так, существуют в Германии люди, которые против решения правительства о поставке оружия на Украину. Эти люди, они во всех городах есть, они присутствуют в партийном и беспартийном смысле, они есть активные, неактивные. Вот есть партия, которая представлена в парламенте, альтернатива для Германии, которая анонсировала за сутки вот этот вот антрак, по-немецки, то есть запрос о решении того, что правительство должно инициировать определенные вещи. И анонс произведен был, как для некоторых, как для некоторых политиков, очень провокационно. В чем заключается провокация? Вы знаете, вот я говорю прямо, насколько это все нужно действительно сатирическим языком. Я вижу прямо этих парнокопытных, изображенных в карикатурах чертей бесов, и вот как они визжат, как они на сковороде крутятся. Вот понимаете, ассоциация не просто так. Значит, вечер, и вот в Германии рейстаг, о нем все знают. А рядом с рейстагом, там недалеко, буквально напротив, там канцлера, а еще рядышком есть дом, в котором проводят определенные встречи, дом имени Пауля Лёга, и там рабочие комнаты, там рабочие встречи, это тоже принадлежит, это рабочее помещение, скажем так, относится к рейстагу. И представьте себе, просто уголок, просто рояль, вступительное слово, вот вы не разбираетесь в политике, вот просто вы не разбираетесь, вы случайно попали на мероприятие. И мероприятие называется «Музыка во имя мира». И участники мероприятия, организации говорят, вы знаете, мы считаем, что музыка это уникальный переговорочный инструмент, и музыка, которая дает возможность людям, не владеющим языком друг друга, все-таки найти что-то общее. Это общее может быть духовное. И мы вот в преддверии запроса о мирном урегулировании конфликта Украина-Россия пригласили вас на музыкальный вечер. Открытие музыкального вечера вы услышите произведение Чайковского, в течение вечера вы услышите Рахманинова, здесь не будет никаких политических речей, здесь не будет никаких призывов, здесь будет только музыка, музыка ради мира. И вот этих бесов уже начинает корежить. Представляете, как так? Они смеют слушать Чайковского. Как так? Играет рояль, виолончель, и Рахманинов звучит. Профессиональная игра, я бы сказал, высоко профессиональная игра. И место такое специфическое, это, ну, я бы так написал, террариум, я бы сказал так, или аквариум, то есть большие стекла, высотой, не знаю, 5-6 метров, с видом на улицу люди действительно занимаются джокингом, бегают, иногда подбегают в стеклу, видят, что с той стороны что-то происходит, сидят другие люди. Депутаты Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» сидели просто на ступеньках, кто-то стоял, в основном сидели на ступеньках, и вот играл Чайковский и Рахманина. Не больше и не меньше. Не было вообще никаких политических речей. И на это отреагировали, вот если забежать чуть-чуть в будущее, понятно было, что социал-демократы, зеленые, христианские демократы, то есть партия Шольца, партия Аналены Бербук, партия Меркель, чтобы понятнее было, кто это, их уже начинало корежить. Их уже начинало корежить. Как вы смеете? Смеют. Смеют. Я записал интервью с исполнителем Рахманинова и Чайковского, профессиональная игра, и, знаете как, человек-музыкант. И я спрашиваю его о музыке. Ну, почему музыка? Почему Чайковский и Рахманин? Может, есть кто-то другой? Почему выбор такой упал? И он мне в ответ говорит свою позицию. На следующий день этот человек выступал в трибуне в Бундестаге, это депутат Бундестага, и разговор о музыке его больше интересовал, говорю честно, чем разговор о политике, когда я спросил, почему альтернатива для Германии? Ну, вы профессиональный музыкант. Он все-таки говорил больше о музыке, больше говорил о культуре, больше о единении культур, о понимании сквозь культуру, о том, что те, кто пробует культуру отрезать, вот эта вот новая культура отмены, нет, не культура отмены, это бескультуре отмены, что, в принципе, действительно, в будущем им с нами делать нечего. Вот у нас есть еще что-то общее, а вот у нас с ними общего нет. И у нас это вот мы и вы, мы вместе. И язык Чайковского, он доступен, он понятен. И язык Рахманинова, он понятен. Те, кто считают, что это неправильно, они просто, не просто люди без культуры, а это другая цивилизация, нам с ними не по пути. То есть это депутат Бундестага, который имеет свою позицию. Я сейчас не о политической позиции, я о факте. Без политических речей их клевали за то, что они играли Чайковского. Но им глубоко все равно, что кто-то плевал. Это был вечер среды, и таким способом произошел анонс того, что в четверг в Бундестаге будет запрос о мирном урегулировании. Что такое запрос? Это значит, что будет аргументация, и кто-то представит определенный проект, после которого будет голосование. Когда партия меньшинства, то есть оппозиционная партия, представляет что-то, если это не мейнстримовская политика, понятно, шансов в голосовании нет. Но сами дебаты, озвучивание определенных политических посылов, это уже само по себе важно. Это и окна Авертона, это и привлечение новых последователей той или другой партии. Это разговор публичного пространства, в котором невозможно будет, чтобы СМИ сделали вид, что этого не было. Потому что СМИ всячески противодействуют, как они говорят, нарративам из Москвы, на самом деле противодействуют нарративам мира. И в дебатах Бундестага, представляете, три раза с трибуны прозвучало имя-фамилия нашего коллеги Владимира Соловьева. Ну как вам сказать, знаете, вот и достучались. Вот и достучались. Притом не альтернатива для Германии, которая говорила о мирном урегулировании конфликта, о дипломатических инициативах, это звучало из уст вот тех партий, которые являются разжигателями войны. Значит, слушают. Значит, смотрят. Значит, знают. Значит, могут делать свои выводы. Раз Соловьев, два Соловьев, три Соловьев. С точки зрения пиара, нет понятия положительная или отрицательная информация. Важно упоминание. С точки зрения реальности и претензий, которые предъявляли, и контекст претензий. Дело в том, что депутат партии альтернативы для Германии выступил в программе у Владимира. И ему с трибуны, этому депутату, шефу Нукатре, поставили претензии. Как он посмел выступить в программе у Соловьева. Он очень коротко, очень прагматично ответил всем сразу через Твиттер. Это размеслось. Считает, что нужно поддерживать отношения. Кстати, вы думаете, что только у Шольца привилегии, что он может запросить разговор с Путиным? Нет. А почему разговор с Путиным, это должна быть привилегией кого-то там? А почему вообще разговор с Путиным сводится к тому, что нельзя разговаривать с народом России? Почему нельзя разговаривать с журналистами России? Что за дела такие? А ведь они боятся. И, дорогие радиослушатели, я хочу вас вернуть к моменту черти. Черти. На речь альтернативы для Германии я увидел человека, которому 20 лет назад симпатизировал. Третин, его фамилия. Это представитель зеленых, такой глава фракции у них. Очень известный политик внутри Германии. Скажем так, акула зеленой политики Германии. Профессиональный политик, нечего говорить. У меня желание было взять фломастер, подрисовать усики прямо на телевизоре ему. Карикатурно. Притом хорошие такие, знаете, усики. Я не знаю, о чем вы сейчас подумали, а я подумал об украинских таких хороших в усах. И чтобы они свисали. Им еще оселедец можно сделать, такой чук на голове, в принципе. И дальше нужно ножки исправить на копытце. Потому что то, как он визжал и кричал, в принципе, нервно реагируя на мирную инициативу. Еще раз, друзья, мирная инициатива. Я ее сейчас обязательно по ней пройдусь, то есть содержательно, что внутри было. Но мне кажется, вот этот образ вокруг, что творилось, там вступали другие представители, там говорили с трибуны «Слава Украине». Решили попробовать, ну, маркернуть альтернативу для Германии, там прозвучали слова «удлиненная рука Кремля», «пятая колонна Кремля в Германии». Отлично, отлично, прекрасно. Если разговор о мире – это удлиненная рука Кремля, если разговор о мирном урегулировании – это нарратив Кремля, если эти люди являются пятой колонной, разговаривая о мире, прекрасно, представляете, они даже не понимают с точки зрения ментального осадка, психологического. Потому что можно, конечно, заболтать, можно, конечно, засунуть мозг человека в машину пропаганды, промыть это все, но, тем не менее, когда начинаешь осознавать, что произнесло, то получается, они, они в данном случае, это и власть имущие в парламенте, и оппозиция там все-таки тоже есть, подтверждали постоянно, что нарратив мирного урегулирования – это нарратив Кремля. Ес, бинго, сработало! Комплимент Владимиру Соловьеву, смотрите, ведь профессионализм интервьюрера, сам факт наличия интервью, представляете, как отслеживают каждое слово. И говоря «Соловьев», «Соловьиев», они по-разному говорили, и в этом отношении четвертый раз уже фамилию не упоминали, просто упомянули выступление, пятый раз вспомнили организацию «Водар» некоммерческую, которая занимается мониторингом и помощью в случаях дискриминации и политики отсуждения к русскоговорящим и к российским немцам на территории Германии, правозащитная организация. Тоже вспомнили, мол, в негативном месте. Вспомнили еще одного депутата Бундестага, который в интервью российским СМИ сказал, что дефицит демократии в Германии существует. Тоже с трибуны вспомнили. То есть такая перебранка, перепалка, в которой были крики. Не фракционно там «у-у-у-у», как они любят. Нет-нет-нет, реально орали, орали в голос. Могу изобразить как, но надо отойти подальше от микрофона. И очень эмоционально со стороны альтернативы Германии, со стороны, я объясню, как это выглядит, в Бундестаге каждая фракция имеет свой сектор. И у вас полукруг секторально заполнен каждой фракцией. И при трансляциях, если ты не находишься в зале, всегда ощущение, что хлопают, если ты не понимаешь, что происходит, что хлопают оратору все. А камера показывает непосредственно ту фракцию того депутата, который выступает. Выступает альтернатива для Германии, значит, будут показывать фракцию альтернативы для Германии, они хлопают. Выступает социал-демократы, значит, будут показывать кусочек пирога, отрезанного социал-демократов. И вот из сектора альтернативы для Германии встал человек, есть такая возможность, есть дебаты с трибуны, а есть с места, там, возможность председательствующему в Бундестаге, можно дать знак, и там можно задать вопрос, будет ответ, и потом снова до вопроса, снова до ответа. Вот так. И встал человек, он вышел из фракции альтернативы для Германии, но, тем не менее, фракционно он сидит в этой позиции. И он говорил с дрожью голоса, и говорил, вы как, вы смеете вот здесь вот запустить гебельсовщину? Вы перекручиваете посыл альтернативы для Германии, говорит, о мере вы им шьете какой-то нарратив, какие-то, мол, отрицательные вещи. Да вы хуже гебельсов. Это было душевно, порывисто. Он сказал, что ему каждого погибшего солдата жаль, и не надо перекручивать, что кого-то должно быть жаль больше. Германия не участник конфликта, ему жаль каждого погибшего, и он хочет остановить конфликт, а они здесь распространяют гебельсовщину. Ему сделали замечание, и сказали, что просьба не сравнивать ни того, в Бундестаге с преступниками и со временами Третьего Рейха национал-социалистической исторической Германии. И, вы знаете, через некоторое время мне в голову пришла такая мысль, а ведь тем самым вот эти все последующие, визжащие, кричащие, с места кричали много, депутаты, которые очень болезненно отреагировали на мирную инициативу, альтернативу для Германии, а ведь, в принципе, они же большие любители по интервью, по их выступлениям заклеймить за альтернативой для Германии вот эти вот там, о, там, неофашист, там, о, там, подпольный нацист, очень большие любители. И действительно, я могу сказать, те, кто выступает за мир, я это рассказывал в одной из программ, почему-то, правда, говорят, мы не фашисты, мы за мир просто, потому что атмосфера такая. Это и общественно-медийная, пропагандистская абсолютная машина, которая пробует вот так очернить людей. И получается, что человек, который, ну, с места, назовем так, с места обратился, перестать заниматься гебельсовщиной, и ему председатель, еще и в Бундестаге сделали замечание, попросили остальных избегать этих сравнений, на самом деле забрали возможность оскорблять инициативу, альтернативы для Германии у вот этих последующих выступающих. При этом, вот, когда я говорю визжат, вот представьте себе, что это уровень голоса, то есть не только манера речи, они еще так говорили. Потом немножко охладели, выступало много женщин, те, которые говорили после выступлений, там, ну, там, по бумажке прочитали, подготовились, и вот они сказали речь, слава Украине. Вы знаете, атмосфера славы Украине в Бундестаге, ну, по поводу и не по поводу, пробует многие это скрыть, а ведь на самом деле депутат Бундестаге, который после своей речи говорит слава Украине, он маркируется оппозиционными некоторыми силами, как человек, который не произнес фразу, которая страшна, переводя на немецкий, слава Германии, например, или слава Саксонии, или слава Берлину, или слава партии социал-демократов. Всего лишь нужно заменить слово Украина, поэтому на украинском языке произнести с немецким акцентом «слава Украине», они боятся этого произнести, слово произнести на немецком языке. При этом вы можете попробовать Google Translate, электронный переводчик вам выдаст слово «слава», это будет «хайль», «хайль Украине». У меня где-то видеоролик в Телеграм-канале лежит, я когда-то еще в этих запрещенных сетях, в Инстаграме, в Фейсбуке выкладывал скриншот, в живом режиме, так Google переводит «слава Украине» на немецкий язык «хайль Украине», «хайль Германии», «хайль социал-демократам». Но давайте откинем вот это, а то опять скажут, что это нарратив пропаганды. Нет, 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 давайте просто откинем. Это депутаты Бундестага, которые пекутся о Германии, действительно. И сам запрос, о котором я перейду после новостей, более подробному обсуждению содержания, он, ну как сказать, вы знаете, даже если он кому-то не нравится, его можно обсуждать, но за него маркировать людей, партию, как удлиненную руку Кремля, я скажу «браво», «браво» альтернативе для Германии, это не скандал, это не землетрясение, конечно, политическое, это мужество. Это мужество, которое продемонстрировала одна-единственная партия мира в Германии, которую называют право популистами, за которое закреплено это все. И, вы знаете, в этом отношении, ну, как бы что не происходило, как бы что не менялось, но, тем не менее, факт есть факт. Запрос о мире был отклонен. Само собой разумеется. Культура политическая в том числе. И, представляете, вот я без того, что альтернатива для Германии, прорвало там своим предложением какое-то будущее, сделало какое-то видение возможным, там, наступление мира, там, или еще как-то. Нет. Я просто сейчас расскажу, что они предложили, и вы поймете, на что так визжали те, кого я рисую, с копытками, выступающих с трибуны, которые, это коалиция, то есть действующая партия социал-демократов, действующая партия зеленых и свободных демократов, то, из кого сложено правительство Германии. Так вот, правительство Германии по логике должно способствовать, чтобы в Киев и Москву отправилась международная делегация во главе с представителем организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть ОБСИЯ. Так вам, друзья? А теперь представьте себе, вот на это предложение визжат зеленые социал-демократы, христианские демократы, визжат просто. А что в этом предложении плохого? Вот что в нем плохого? Отправить делегации с представителями организации ОБСИЯ, те, кто должны заниматься безопасностью в Европе. Вау! Ну, что я могу сказать? Вот они разжигатели войны, для меня эти люди, это политические подонки. Это действительно новая характеристика определенных людей. Те, кто не поддерживает эту идею, это люди, которые хотят смертей. Это люди, которые будут лоббировать интересы тех производств, которые эту смерть экспортируют. Ну, вы знаете, там танки Леопард, там сегодня уже заговорили о танках Пантера, которые не существуют, их надо сделать. В общем, все как всегда. Потом Тигр, наверное, поймут. Сверхтяжелые танки. Райн-металл готов. Райн-металл готов производить и поставлять. Нужно правительственное разрешение. И так сразу, знаете, о, Райн-металл готов. А кто их спрашивает, им дали заказ или не дали? Ну, инициатива-то идет. И вот это вот визжание на то, что правительство Германии должно способствовать делегации в Москве и Киев в СОБСЕ отвергнуть? Ну, господа, я человек, который за мир. Я человек, который очень сильно за мир. И для меня те, кто сегодня против мира, это вражье существо абсолютно с чуждой мне стаи. И эта стая четко имеет селекцию партийной принадлежности в Бундестаге. И Германия не является задворочной державой. Как попробовали, кстати, дорогие друзья, я думаю, пару слов нужно об этом сказать. На секунду давайте покинем Бундестаг на 2 секунды, вот прям, на 10. Вы знаете, да, что Зеленский был в Европе и там выступал. Неинтересно. Вообще неинтересно. Они только что все дружно встречали. Я понимаю, что Зеленский вылетел с повестки, потому что информационная повестка понятное дело связана с землетрясением, с горем Турции, Сирии в меньшей степени, но тем не менее. И как-то нужно на себя перетянуть одеяло. Очень просто созвонились, приехал, поговорили. Но представьте себе, что в Европе есть несколько, наверное, кормчих, а также правительств, которые рулят всей Европой. Например, Германия и Франция решили, что они вместе с Украиной поужинают. Макрон, Шольц и Зеленский там пошли поужинать. На это очень полезно отреагировала Италия. Мелони выступила с критикой. Притом так завуалирована фраза, такая мудреная у нее, кто там кому чему как мешает, но смысл очень простой. А ведь правда, Италию не позвали на ужин. Хотя она вот рядышком была, и глава правительством были рядом. Все рядом не позвали. Не место за столом. Вот Зеленскому место за столом, Шольцем и Макроном. И аргументация, мол, да мы все вместе, не, если все вместе, так позовите еще других 27 лидеров европейских государств на ужин. Что это вы вдвоем-то? Вы секретничаете? Точнее, втроем, вдвоем из Европы. Вы секретничаете? У вас есть секрет от Евросоюза? Что за привилегированность такая? Ну, Зеленский за скобками, он не интересен, это внутри европейская разборка. И премьер-министр Италии высказала свое мнение абсолютно откровенно. Наехала на Макрону, который инициировал этот ужин. Ну, Шольц, понятно, промямлил там, пригласили, ну, пойду на халяву поем, господи, там, где-то в Елисейских дворцах. Почему бы нет, французская кухня неплохая. Ну, не подумал, ладно, но организатор мероприятия Макрон, конечно же, подчеркнул, что есть равные в Европе страны с равным улицам, а есть более равные, читайте Оруэлла, 84 роман. И в этом отношении вот эта особая равность и особая неравность, конечно, дает и подчеркивает определенный статус Германии и Франции. Не только финансовых локомотивов, не только политических локомотивов, но и желание обособить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!